Я включаю. Значит, сегодня вообще-то были обещаны вопросы и ответы, связанные с курсом о традиции книжных. Потому что в прошлый раз я вижу, что вообще вся эта тема, она как-то попадает не туда. То есть непонятно, почему это столь существенно. Ну вот давайте я приведу один пример, наверное, в качестве предисловия, чтобы было понятно, почему именно вот эта линия галахическая идет. Как известно, периодизация еврейских мудрецов, вообще традиционная, после Гауновского периода мудрецы делятся на решиним и ахроним. Первые и последние. Границы между первыми и последними проходят, ну, если кому-то интересно, по Рабишму или Идельсу, но грубо, если по-другому чуть-чуть, проходят по Шульханаруху. Вот те, кто прежние, это до Шульханаруха, а те, кто позднее, это те, которые после Шульханаруха. При этом уровень уважения выглядит так, что вообще правила выглядят следующим образом. С решением не спорят. То, что они говорят, следует воспринимать как руководство для подумать. При этом вас никто не обязывает принимать их мнение. Вот тут правила выглядят следующим образом. Вы не можете сказать, что кто-то из решениями неправ, но при этом не обязаны следовать ему мнению. Я хочу обратить внимание, что граница проходит именно по Шульханаруху, то есть по галахической линии, а не по линии комментаторской. И, например, если кто-то из авторов современных пытается не согласиться с мнением из решены, из древних, то там такое количество оговорок идет. Не согласиться, а спорить. Там идет, а я по ничтожеству своего разума в глубоком почтении, преклоняясь перед величием такого-то, смею все же сказать. Причем вот здесь происходит действительно нечто более-менее странное. Как бы, казалось бы, скажи, что решены им это те, которые в галахе, а в комментаторской, например, деятельности или философской, этого деления мы не делаем. На самом деле нет – делают. Деление, оно идет точно так же в комментаторской деятельности. То есть, как бы, авторитет древних, он освящен. Но я еще раз хочу заметить, что это идет именно по галахической линии. Более того, на самом деле, вот с момента, когда начали выдавать диплом, раввинский диплом, а это мы сказали где-то приблизительно век 13-й, то он тоже касается именно хураа. Когда вы слышите слово хураа, это не преподавание, как в современном иврите, а это именно указание закона, обучение закону. То есть, на самом деле, без авторитетов, более того. Так вот, раввин, грубо говоря, диплом раввина говорит о галахических, его праве давать галахические решения вносить. И человек может знать в тонах как угодно, но при этом он не раввин, потому что это не галаха. В этом есть свои достоинства. Мне кажется, что есть свои довольно серьезные вещи, потому что если комментаторство и литературная, и философия, она как бы довольно безответственное занятие, то галаха приучает именно к дисциплине. Это просто умственная дисциплина, интеллектуальная дисциплина, что очень важно. Все-таки это не поэты, и существа, не дисциплинированные напрочь. Им это можно, это их достоинство. А вот тот, кто занимается такими серьезными вещами, нужен какой-то инструмент дисциплинирующий сознание. И в этом смысле, скажем, вот в гешивах очень ценятся оригинальные понимания, оригинальные чтения. И человек, который умеет чем оригинальнее читать, тем лучше. И, как известно, раввин, который не может доказать семью десятью способами, что смея кошерна, это не раввин. Но при этом в гешивах есть правило о том, что ежели кто-то пытается оригинально что-то высказать оригинальное, то он должен обосновывать свое мнение. То есть шизофреническое мнение, я так вижу, это не аргумент, это шизофрения. В гешивах все-таки твое как угодно оригинальное мнение должно быть обосновано, доказанное текстом. И если человек не в состоянии доказать, то его никто слушать не будет. И на самом деле вот по этому поводу вот эта самоценность Галахи как таковой и как дисциплинирующая вещь некоторая, дисциплинирующий именно интеллект, и значение, которое Галаха, вот я не знаю, знакомый ли присутствующий с Леви Китровским, он иногда читает всякие лекции, он очень любит слово ортопраксия. Ну, на самом деле все, наверное, слышат орто прямой, но ортодоксия. Ортодоксия – это прямое, ну, как ортопедия. Ортопедия – это прямые кости, то, которое занимается прямыми костями, то, на которых стоят опорные кости. Прямые опорные кости. Да, значит, ортодоксия – это примизна докса, образа мысли, да, идеологическая. А ортопраксия – это примизна исполнения. И как бы вот он очень любит это слово, и был когда-то очень модный спор, является ли иудаизм ортодоксией или ортопраксией. А именно, главное, иудей должен правильно думать, или достаточно, что он правильно исполняет, а что он думает – это абсолютно все равно. Одновременно очень модная дискуссия на эту тему, ее было очень модно обсуждать, был такой период замечательный. Ну, несколько лет там все это обсуждали, к выводу, естественно, никакому не пришли, как и положено в такого сорта спорах, как спор Шамея и Гилеля, хорошо ли человеку быть сотворенным, или лучше человеку быть несотворенным. Результат этого спора, правда, там приподан, но он такой диалектический результат весьма, что лучше бы ему быть несозданным, но теперь, коли он уже создан, то он должен заниматься Торой и Маасим Торей, и добрыми делами. Но так как все равно в любом случае до некоторых пределов, до тех пор, пока человек честно исполняет галактические законы, его завиральные, как угодно, идеи обычно терпимы, ну, там, то, что он должен заниматься и есть пределы на самом деле, то, соответственно, значит, Галаха имеет такое в еврейском мире особое значение. Поэтому те книги, которые определяют именно Галаху, они как бы, ну, являются центральными, центральными по смыслу и занятиям. Ну, вот именно это я в данный момент хотел просто объяснить, почему именно Галахическая линия. И вот это я как-то показывал харидимную хронологию крупнейших санатаков Торы от времен Талмуда до наших дней и просто демонстрировал, что там практически ни одного комментатора нет. Там именно Галахисты все. причем еще раз, известные в узких кругах это называется. И это сложенная такая традиция, которая, ну, в общем, она идет с древних времен, например, ну, давайте какой-нибудь пример. В Италии, я уж не помню, в каком городе, где Ибн Эзера собирался основаться, ему пришлось покинуть этот город, потому что он не нашел общий язык с Равом Малькицедеком. Рав Малькицедек, о котором Ибн Эзера оставил злобный стишок в его адрес такой эпиграммного стиля. Он был именно Галахистом, и он оставил в свое время известный комментарий на Мишну. Этот комментарий, вытеснен комментарий Мрамбома в свое время был, но он до нашего времени дошел. Я не знаю особо количество людей, которые его читают, тем не менее, он существует. достоинство Рава Малькицедека по сравнению с Ибн Эзрой состоит в том, что Ибн Эзра, он как бы всего-навсего ученый, но не Галахист, не Талмудист и не Галахист. Очень не Талмудист и еще больше не Галахист. Нигде и никогда. Хотя у него есть книга о царице субботы и книга о Галахе, когда наступает день, книга определения дней, но это скорее связано с его астрономической деятельностью, чем с Галахой. Туда он в эту сторону идет. Ну вот, где-то вот так. Хотя, но опять, вот тот же друг Ибн Эзры, большой, самый близкий его друг, это Рабей Гудаглеви, он учился в той самой ешиве Алисана, Алисиена, в этой ешиве он учился и учился он, вероятно, вместе с отцом Рамбома. Это Ибн Эзры, это Ибн Эзры, это Рамбом его не знает, ну, лично, а на книгу его упоминает, по крайней мере, в одном из посланий. Вот. То есть он получал Галахическое образование. Где учился Ибн Эзры, мы не знаем. Ну, вот где-то именно здесь, именно поэтому так много приходится об этом говорить. Просто потому, что традиция, она именно вот так складывается. Вот. Ну, вот после этого предисловия я весь готов к вопросу. Да, вопрос такой. На всех последних уроках мы учили о том, как еврейские аллахисты перешли от Талмуда к Шельханаруху. Два таких аллахических, но принципиально разных труда. Вопрос в том, как эта линия развивается дальше. Или Аллаха ушла куда-то в тень, и законодатели занимаются чем-то другим, или же мы, в принципе, не можем оценивать это, потому что это близко по времени. Комментарии к Талмуду продолжают писаться и после Шельханаруха. И на самом деле комментариев к Талмуду больше, комментариев к Шельханаруху вообще-то. Они в наше время пишутся довольно активно, их довольно много. Как раз комментарии к Шельханаруху это более редкое мероприятие. Дело в том, что к Шельханаруху созданы два очень, к каждому из том отдельные комментарии, созданы два важных комментария, к каждому только два разных. И чаще всего галактические труды сегодня сводятся не к комментариям, а к респонсам, а именно к посланиям на тему галахи. Вопросы на ответе. То есть как бы каждый галахический ученый в какой-то момент собирает основные письма, которые ему писали, с вопросами и его ответы и публикует. Причем это могут быть очень толстые книги, но, например, в прошлом веке одна из самых толстых таких собраний, причем еще при жизни выпускали, это Раби Моше Файнштейн, это американский главный пособ, но его авторитет по всему еврейскому миру был огромен. И он публиковал Игорь Смойши, называется письма Моше, их очень много, но они все, еще раз, они все для квалифицированного чтения, я не помню ни одного его послания, которое адресовано широкому народу для чтения всем, он, по-моему, этим не занимался, у него есть комментарии к Талмуду вообще-то, но я даже его видел в библиотеке где-то там весьма по-моему не очень востребован, но при этом вот другой гений двадцатого века это Хазан Иш который написал больше, чем нормальный человек может прочесть вообще-то это нечто, его собрание сочинений это что-то грандиозное и прочесть все, по-моему, нормальный человек не в состоянии. Настолько много, что специализация, знание Хазан Иша составляет отдельную специализацию. то есть каждый раз когда я например где-то ссылаюсь на Хазан Иша вы должны понимать я ни одной его книги не читал непосредственно. Я если читал его книги то попадал туда по ссылкам как на важное мнение то есть я мог посмотреть по тексту его мнение по какому вопросу но специально читать его книги я ни одной его книги не читал например но его авторитет абсолютный и например по ряду вопросов его мнение регулярно приводится просто потому что это очень современное мнение всегда он современный человек не в том смысле что он современный все-таки поймите первая половина 19 века не в том смысле что он придерживается как это у нас модная философия была экзистенционализм не в том смысле что он экзистенционализм но он мыслит современными категориями он мыслит духе времени вот это очень важная такая вещь и например про Раба Майнша Файнштейна все говорят что он ни про чем в своей жизни ни одной светской книги ни одной нееврейской тем более никогда не был в кино тем не менее он современный человек ровно потому что стиль современного мысли он именно так мыслит что его ну вот это то неуловимое это дух времени он очень точно соответствует духу времени поэтому он попал вот что называется это вот вечное вот там ну давайте аналогия для меня самая близкая там деятели искусства художники поэты писатели они как бы когда говорят я свободно человек творю что хочу это правда поэт писатель художник рисует то что на душе вопрос будет ли востребовано он не да если он настаивает на том что он не ремесленник то есть работает не по заказу и не для того чтобы продать как можно больше как можно лучше то тогда он не должен возмущаться что он не востребован потому потому что вот тогда вопрос попал ли он во время является его творчество отражением духа времени и будущего времени иногда некоторые же начинают востребованно быть через некоторое время после да значит то он не должен и вот это вот чувство времени оно и образует знаменитых в своем времени а ежели человек окажется глубже то и во все времена да скажем Микеланджело да ну вот классик художественный то же самое на самом деле про книги даже про еврейские они всегда находятся в своем времени и но не в том смысле что они отвечают на остро злободневные вопросы это чуть-чуть другое это же не журналистика это журналистика отвечает на текущие запросы на злободневные вопросы должно отвечать а классные вещи они находятся в своем времени причем даже глухически они они вот это некоторая именно поэтому Раби Мойш и Пайнштейн например очень хорошо отвечает на вопросы времени и до сих пор он актуален Хасан Иш то же самое он актуален и сегодня хотя прошло ну вот уже скоро сто лет это вот да так вот Хасан Иш пишет в основном комментарии к Талмуду А Раби Мойш и Пайнштейн хотя он писал комментарии к Талмуду существует его комментарий тем не менее в основном читают его именно респонсов именно галактические послания и читать удовольствие он безумно ясно мыслит что Раби Мойш и Пайнштейн подкупает это он очень ашкенадский автор то есть всегда видно какой концепции он ведет какая идея руководит как бы если он на кого-то ссылается то он демонстрирует как мыслит этот кто-то и что он находится именно поэтому он идет в этом направлении то есть он очень ашкенадский автор в этом смысле именно что общая концепция важнее огромного количества источников у сефардов например наоборот обычно очень много ссылок и что также там когда самый знаменитый сефардский раф 20 века раф Абадий Иосеф пишет свои респонсы а у него их тоже очень много то читать их вот для ашкенадского человека когда я говорю ашкенадский человек я имею воспитан в ашкенадских вешивах довольно тяжело потому что за огромным количеством цитат и ссылок не видно где концепция общая где общий взгляд на вопрос но при этом например я слушал пару раз его лекции на талмудические темы галах с привидением обоснования в талмуд и он вполне концептуальный то есть у него есть такая вещь он это умеет он это делает но в письменных книгах он придерживается сефардской традиции но правда те лекции которые он слышал он давал в ашкенадских ешивах может быть он как бы примерялся к публике он в этом смысле был но он такая ходячая энциклопедия действительно феноменальная память но вот следующий после него главный раввин кто же это был Мардыха Ильяху я как-то любовался его лекции он перед ним лежал лист бумаги и в какой-то момент вдруг он поднял этот лист начал читать с него после чего сказал извините но Рамбама я только по письменному цитирую все остальное можно на память но Рамбаму только по письменному это была цитата из Рамбама которую он хотел привести это единственная запись все остальное на память тоже человек феноменальной памяти но для сефардских раввинов это характерно Крупность в Творцкой армии, человек с феноменальной памятью при этом еще. Но я пытаюсь ровно сказать следующее, что именно вот это чувство времени двух людей, которых я назвал именно Ашкеновского мира. Замечу, я ведь не говорю про Равкух, не галахист. То есть нет, у него есть галахический респонс, у него есть много галахических споров, но известен он широкой публике по чему угодно, кроме как по галахе. Но вот галахическая линия, она как бы безумно важна и для тех людей, которые живут по галахе, время от времени, когда возникает сложный вопрос, причем такой. Знаете, вот в израильской армии регулярно вопрос, что делать, когда происходит какое-то религиозное мероприятие, а нет кипа. А как бы религиозное мероприятие, Браху слушает, кидуш, а тут он без кипа. Как так можно? Для израильской армии известная всем респонса, вот каждый израильский мальчик, который служил в армии, девочки, впрочем, тоже, которые служили в армии, это знают, что голову своей рукой прикрыть нельзя, потому что это не покрытая головой, а чужой рукой можно. И вот, а чужой рукой можно, это известный калахический респонс, это известный калахический ответ. Но когда людей интересуют такие вещи, то понятно, что они обращаются к современным книгам, где такие вопросы обсуждаются. И, скажем, в проект Барландского университета, довольно знаменитый проект, огромнейший, который называется «Респонса». Это название проекта. Значит, где есть много… Там в электронном виде собрана голоха, тонах, комментарии, тонах. Больше всего там респонсов. Основная тема – там респонсов. Там не комментарии, а именно респонсов. В основном ответы на вопросы. И там есть индекс. И в индексе очень много вопросов весьма довольно современных. Там, например, в индексе глава «Эпикорос». Значит, это подборка по теме, галактической теме, значит, подборка по галактической теме. Ты можешь выбрать тему и посмотреть. Значит, «Эпикорос», «Геретик». Какие темы? Что означает благословение? Можно ли попросить «Эпикороса» произнести благословение, или это будет Брахалова талант? Я просто привожу пример список вопросов, какие там поднимаются. Ну, определение «Эпикороса», значит, запрет читать и распространять статьи, в которых есть кефира, кефира, все слова знают вообще-то, не еретичество, кефир, отрицание, противоречие с устной торы, или, например, насколько запрещено читать газеты и смотреть телевизор. Например, такой вот вопрос. Я просто вот сейчас смотрю индекс, и по этому поводу ссылка на шелха на рух «Эвенга Эзер». Вообще-то «Эвенга Эзер» – это в основном законы семейной жизни, законы о браке, глава 21, который начинается, человеку следует отдаляться от женщин весьма-весьма. Запрещено им подмигивать, делать завлекательные женщины и остальные вещи, которые приводят к разврату. Ну и так далее. Замечу, на это место я попал по ссылке «Можно ли читать газеты и смотреть телевизор?» Вообще-то вот эти вещи. Значит, можно смотреть на незамужнюю девушку, чтобы проверить, красива ли она и следует ли на ней жениться. Значит, и не просто так, а так и следует поступать. Но не смотреть на нее для разврата, а для того, чтобы понять, хочу ли я на ней жениться. Значит, ну, можно разглядывать свою жену, независимо от того, готово, дозволен ли в данный момент с ней постельные отношения, потому что мужчина получает удовольствие, рассматривая свою жену. Значит, я зачитываю это. Я сюда попал, я вот специально, я просто для демонстрации. Но поймите, действительно, вот читаешь, получаешь удовольствие, что оказывается смотреть на жену и получать удовольствие от своей жены – это даже одобряемое действие. Значит, нельзя спрашивать, а это еще ура с рабом идет, нельзя спрашивать, как дела у женщины, даже через посредника, ну и так далее. Это о Трампе идет, надо сказать, что он живет в мире, где женская половина от мужской были отделены. Там же в еврейском мире было, ну, давайте договоримся, что в еврейском мире дома были построены так же, ну, в Египте, так же, как и в арабском, то есть четкое разделение мужской и женской половины. Значит, это такая ссылка. Дорогая ссылка, я, ну вот, мне кажется, что это достойно смотреть, это ссылка на книгу респондовцев, которая называется Мишанэгилхот, изучая Мгалаху, или, значит, Раф Минаше Кляйн, он родился в 1925 году, это всегда приятно читать, в Унборд, который в Словакии, то есть в Ужгороде. В Ужгороде. Значит, весьма и весьма следует беречься и следить, чтобы парни, юноши, не читали газет и журналов и не слушали телевизор. Вы учтите, написано это с хорошим английским акцентом, потому что журналы – это магазины. Магазин, да? Это телевизор. И подобного тому. Потому что это занятие делает весьма тупым и сердце, и мозги Рахмона Литслан, упаси Боже. И это сверх того, что записано и в газетах, и в магазинах, не в магазинах, в журналах, они еретики, а как известно, что даже если Сефер Тору написал геретику, ее следует сжечь. Там всевозможные герои Гаецер – это половые соблазны записаны и подобные безобразия, которые всякие вероотступники пишут и запрещено их читать. Ну, это кроме того, что лучше заняться Тором, чем читать вообще светские книги, которые, в общем, тоже геретизм. Ну, вот, венгерские раввины, ну, надо сказать, что венгерские раввины, ребята, суровее венгерских раввинов, только болгарские. Болгарские стон суровые, что их никто не решался даже спросить. Вот, респонсов болгарских раввинов ничтожно мало, потому что их боялись спрашивать, потому что точно запретит. Значит, но венгерские в этом отношении это действительно всегда нечто, а унгарно-словакия, ну, не верьте, он венгер, ну, стилистический Словакия, это венгерская община. Я не имею в виду политический, я имею в виду стилистический. Это венгерская, на самом деле, община. Ну, вот, там, для образца. Понятно, что, нет, ну, я привожу такой простой пример, потому что мы про, там, стилия вполне актуальных вопросов, например, можно ли пользоваться, значит, Шалиех Цибур, который читает микрофон, надо ли отвечать «Амэн» и «Испомнил ли долг тот, кто слушал Шалиех Цибур через микрофон, или надо слушать живой голос, потому что микрофон все-таки галактически у нас как бы голос восстановленный, да, ну, тот, кто это писал, все-таки спросил у физиков, как выглядит передача звука по проводам, и, в общем, понял главное, что звук, который здесь, это не тот звук, который там, то есть звуковая волна по проводу не пролезает. Она большая, наверное, слишком по проводу тоненький. Ну, я шучу, но, значит, как бы, но это же, на самом деле, где этот вопрос актуальный? Можем ли мы миньян по зуму составить? Я же вас всех слышу. Да? Вот, ну, такого сорта вопросов, здесь полно такого сорта вопросов собрано, поэтому, на самом деле, регулярно там любому нормальному человеку, иногда он как бы попадает в такого рода вопросы, то ему, там, ну, это для людей, вроде, там, вполне одиночек, которые хотят посмотреть сами, нормальный человек в таких случаях идет к Равину своему местному, там, при своей синагоге, который, и задает вопрос ему, но, там, вот, например, актуальный вопрос Абдикат Хамец, в опасных, как проверять Хамец в опасных местах, нужно ли проверять наличие Хамеца в книгах, согласитесь, что вопрос, значит, нужно ли проверять наличие Хамеца в автомобилях, может ли, может ли доверять женщине, которая сделала Абдикат Хамец, или это мужская чисто заповедь, ну, и так далее, и так далее, и так далее, можно ли кого-то послать вместо себя, сделать у себя Абдикат Хамец, про такие вопросы, вот, и в свое время вот этот Респонса, это название, или проект Шутинг, он же, он с самого начала именно как сборник Респонса вообще-то планировался, хотя туда поставили Талмуд, Танах, потом добавили к Талмуду, кроме комментариев Раши и Тасофота, комментарии, очень важно, что они поставили Мири всего туда, добавили, и еще серию классиков, они потихоньку стали расширяться не только в Респонсах, но, например, у них очень слабая база по философски, безумно слабая, это Барлан, это проект Респонсов затевался, и в смысле там вот Харидимны, скажем, проект, у него Респонсовой части практически нет, зато очень много философии, очень много комментаторов, очень большие такие части, а как раз Респонсов практически там нету, это Токлетор Торани, Токлетор, как называется, видеодиск, там практически наоборот нету Респонсов, зато там вместо этого очень много философской литературы, каббалистическая литература, комментаторы, они потихоньку расширяют базу именно комментаторов Талмуда, но не, и, например, там есть основные книги, вот, скажем, я, глядя на их список, прекрасно понимаю, кто состоит, вставлял этот список книг, потому что книги, которые там появляются в рамках комментариев к Талмуду, это не столько, это те книги, которые мне регулярно давались для изучения на дом, когда изучалась та или на тему Талмуда, там вот эти книги, типа Ковец Шеврим, Раба Ильхонана, Шав Шмайца, ну, то есть некоторые очень классические книги, которые, скажем, ешибным ребятам известны, остальных не читают. Вот, и замечут, что вот там, но зато там именно респонсовая часть практически отсутствует. Здесь, в Баррелайне, вроде бы, гнездо еврейской философии, комментирования Танаха, там гнездо всего этого. они как раз этой части почти ничего не посвящают. Там ничтожно мало этой части. Ну, то есть они потихоньку расширяют ее, но далеко до совершенства, называется. Ну, вот так вот, вот про Галаху. еще раз. Ну, ясно, вопросов нет. Чисто развлечение ради. Я читал в своей биографии штук пять респонсов по поводу того, что утки, которые растут на дереве, им нужно делать шхиту или не нужно? Нет, нет, вы просто не представляете, в рядаху не появляется респонсов на самую дикую тему. Обычно там идет, у меня спросили, это регулярно означает, что этот вопрос я придумал сам. И мне захотелось на него ответить. И, например, один из лучших раввины из Солоника, я уже забыл, кто, респонсов на тему того, что если черт еврейской веры, то можно ли причислять его в миньян, причислять его в миньян. Вот, такой длинный, длинный, там много чего на эту тему он написал. Да, при этом он привел историю, на чем возник вопрос, что там два человека шли, они сели есть, к ним присоединился третий, они прочли зиму, а потом выяснилось, что присоединившийся третий был черт. Так вот, нужно ли было читать зиму, учитывая, что третий был черт? Ну и отсюда вот такая респонса, они иногда бывают очень, на такие темы, не столь актуальны, сколько, да, вот такие. Хотя, кто знает, что у них там в Солониках делается. У меня маленький вопрос, если можно. Да, да. Вы сказали насчет раввина, что-то 12 века или кто-то там, когда у меня было такое чувство, что после разрушения, после того, как исчез Санедрин, раввинство не передавалось достаточно долго. Я помню, история в Цфате была, когда хотели испанские евреи. Это разные две истории, это две разные, и то, и другое называется смеха, но она имеет разный смысл. Смеха, которая в Талмуде и в Эрит-Исраиле, вот в Талмуде есть титул раби и титул рав. Титул раби это рукоположенный раввин. Смеха это, ну вот, я перевожу слово смеха, это кладут две руки на голову человека. Вообще, в храме это две руки на голову животного или на спину животного, которое приносит жертву. Это называется смеха. Это возложение рук на животное, которое приносит жертву. Возложение рук на голову наследнику Моше Самах Ягашуа. Моше возложил руки на голову Ягашуа и передал ему вот таким образом раввинство, если хотите. То есть, это именно рукоположение. Оно как бы ничем не ограничено, и вот эта знаменитая история про то, как Бен Бава рукоположил последних на тот момент традиция продолжена была после этого в ущелье четырех людей, чтобы передать это дальше. И замечу, что, например, почему вавилонские раввины рав всегда титул, а только раввины Аэроцисраэля имеют титул раби, потому что рукоположение проводится только в земле Израиля. По этому поводу в 350 году, когда Ешива основная оказалась, ну, она раньше, на самом деле, это случилось, но 350 год приблизительно, запрет евреям 300, я забыл, какой год, 330, что-то вот такой год, чуть-чуть, может быть, позже, 330. Короче говоря, официальное крещение Византии, принятие христианства Византии. Значит, когда евреям запретили пребывание вообще в земле Израиля на некоторое время, собственно, да и есть разрыв рукоположения, и титул раби просто не стало больше. По этому поводу обратить внимание титулатуру Гаона. Раф Амрам Гаон, Раф Сааде Гаон, Раф Гай Гаон-то всегда перед значит, Раф имя титул Гаона именно в таком порядке. Всегда Раф Никогда не Раф И это продолжалось довольно долго, значит, но вот например, вот уже Рамбом называют Раби Моши Дан Маймон, а не Раф Моши Дан Маймон. Значит, после этого, когда, значит, сменилась некоторая политика и появилось опять, опять слово то же самое смеха, но имеется в виду не рукоположение, а диплом, который позволяет заниматься равенской деятельностью. То есть слово смеха, оно сменило смысл. Где-то в районе 12-13 века это произошло, где должность равена стали занимать именно только люди, имеющие вот такой диплом. Этот диплом писал любой равен, мог написать, ну, обычно глава все-таки Рафдеатра, глава какой-то общины должен быть, и он писал такой диплом. Этот диплом называется Смеха, он тоже называется Смеха. Носитель этого диплом называется Раф, и к нему обращение Раби или Рафа, это же самое, точно так же, то есть это все изменилось. И, например, вот титул Гаон вавилонских ешив, позже, когда стали людей называть Гаонами, то, в общем, хотели сказать, что он гений, то есть это влияние греческого языка, слово Гаон еврейское вообще-то в титуле Гаона, это величие, и величие называя, ешива называлась Гаон Яков, величие Якова, это из Библии, цитата. Вот, по этому поводу, когда там дальше, где-то там, веке с 13-го, после эпохи Гаона, про кого-то говорили Гаон, то имелось в виду просто ну, гей, исключение составляет Виленский Гаон. Дело в том, что Виленский Гаон не был раби, в том смысле, что смеха-то у него была, но в славном городе Вильна не было должности раввина, словом, вообще, ее отменили, ее община собралась и отменила должность раввина для того, чтобы изгнать предшественника Равюle из Вильна, для того, чтобы изгнать его, потому что уволить раввина дело сложное. Он человек на контракте, и пока контракт не кончился, это контрактовое дело, там обычно заключается лет на 10 через этот контракт. Пока контракт не кончился, изгнать его было сложно, так они просто упразднили должность. И по этому поводу, а при всем авторитете Виленского Гаона, раби Элияву из Вильна, он не мог носить титул раби, потому что он не был городским рэвидом. По этому поводу он Гаон стал, по этому поводу титул Гаона к нему прикрепили, просто чтобы обозначить, что он не городской раби, не главный городской раби. Но авторитет у этого Гаона был больше, чем у любого раби, но при этом у него авторитет был выше. То есть с ним смотреть никому в голову не приходило, даже когда он что-то говорил. То есть там, да. Но дело в том, что титул раби стали пользоваться, и все знают, что когда после долгуда кого-то называют раби, не имеют в виду, что он рукоположен, а имеют в виду это сам. В идущи, я напоминаю, что в идущи слово раб, да, слово раб – это просто вежливое обращение к женатому мужчине, ну, к взрослому мужчине, более-таки скажем. Обычно принято считать взрослым женатому мужчине. Это обращение раб, и оно не в иврит, это перешло благополучно в вариации раб. И когда про кого-то говорят раб в иврите, вы учтите в Израиле в современном, вы учтите, что это эквивалент идишевского раба. Это не титул. Это вежливое обозначение взрослого мужчины. Тут цель вопроса была следующая. После изгнания из Испании маранов никто не имел права вернуть их обратно в иудаизм, тот, кто их хотел. Потому что якобы не было раввинов, которые бы... А зачем для этого нужен раввинов? А зачем нужен сангедрин для этого? Для того, чтобы тот, кто принял христианство, чтобы не сангедрин, а раф нужен был бы, который бы принял их опять в иудаизм. Нет, это не нужно. Это огромное... Я могу сказать про маранов. Я думал, когда дойти, их огромное количество респонсов про маранов и их статус. Респонсов очень много. Это очень актуальная тема. Один из самых значимых респонсов по этому вопросу – это Раф Элиягу Мизрахи. Это комментатор Раши вообще-то. Один из основных комментаторов Раши. Ну, суперкомментарий к Раши Натуру. Толстый, это самое. Вот. И... Значит, там очень большая тема, но, честное слово, проблема не в раввине. Проблема совершенно в другом. Там проблема в... Вообще, как оформить такому человеку... Возвращение в иудаизм, что Сами мараны... Тут надо понимать психологию людей. Сами мараны хотели какое-то оформление возврата в иудаизм. И это была проблема – придумать, как это оформить. Они хотели формального какого-то оформления. А такого обряда нет. Ну, вот нет такого обряда. И вот, например, ну, давайте, сын Ибн Эзры, он был секретарем у Ягода Галеви. И когда Ягода Галеви умер в Египте, он отправился дальше на восток и дошел до Персии. В Персии он принял ислам, несколько лет так жил в Персии, потом ушел из Персии, вернулся в иудаизм, писал по поводу того, что у него... Ему писал в письменном виде, причем даже в стихах. Он, кстати, как поэт очень... Он сильнее отца, как поэт вообще-то. писал по поводу того, что это было чисто внешнее удобство ради принятия, и что он никогда не соглашался, никак не оформлял свое возвращение, просто провозгласил, что он иудей, а то, что он вел себя как мусульманин в Персии – это так, для вида. И никак это не оформлял, то есть это в те времена, а Ягода Галеви умер в 1147, по-моему, году, ну, где-то в том районе, плюс-минус, значит, это никак не оформлялось. Когда это приобрело массовый характер, вот эта маранская история, то там действительно пытались каким-то образом это оформить, но на самом деле там, ну, вот там почитать на эту тему, там интересно, есть месяц, что кто по этому поводу писал. И началось это с известного послания Ибн Шушана по поводу того, что должны ли те, кто принял для видимости ислам, должны ли они читать шма? И, по-моему, Ибн Сусан, Ибн Шашон, на самом деле, Шушан, Шушан, наверное, все-таки, Ибн Шушан считал, что нет, что это нельзя, что приняли-приняли, как бы они отрезаны и ломой. Рамбам под послание о раскаянии Рамбова, как раз и посвящено возражению на это письмо. Как раз это возражение на это письмо. И это письмо известно, но Ибн Шушан, чтобы вам было понятно, что когда его пытались заставить ислам, он предпочел погибнуть, и его казнили просто, когда он отказался. Он был человеком. То есть не подумайте, что это... Он как сказал, так и жил. То есть это такой человек. Вот. Но там проблема с принятием этого. Как-то хотелось людям оформить это. Ну, дойдет время, просто я с удовольствием сочетаю вам серию респонсов на эту тему. Там довольно интересные вопросы, поднимаются из стороны довольно интересные. Но это как... Как раз изгнание из Испании, наверное, в следующий раз как раз куда-то туда. Как это на что повлияло, и что там произошло. Спасибо большое. Ну, вот так. Тогда мы что, закрываемся и открываемся? Я правильно понимаю.